всем привет мне говорят что я мало снимаю про кроликов вот вам очередное видео про кроликов на самом деле про кроликов смотрят мало на моем канале поэтому мне кажется что достаточно кроликов но сейчас вот пришел с работы и сходила за огород нарвал пижмы это такое растение которое помогает избавиться от гельминтов если конечно гельминтов нет то это хорошее профилактическое средство против них пижма достаточно токсичное растение поэтому злоупотреблять ним не стоит хватит кроликам один раз в неделю вот такой небольшой пучок на одного кролика и тогда можете не переживать что у ваших кроликов заведутся гельминты у меня сейчас вот тем кроликов я вот нарвал такую большую кучу до отдал им сегодня она подсохнет и дам где-то через дня четыре или пять дней повторно то есть постоянно их кормить ним но этой травой я не буду еще и даю немножко полыня но это тоже я же один раз в неделю чаще не надо я кроликов от гельминтов не прокалываю и не пропаиваю вот так даю летом свежую а зимой сушеную пижму и полынь пижма как я уже сказал достаточно токсичное растение поэтому с крольным самкам и кормящим с маленькими кролятами и и давать нежелательно мелкий но мелким кроликом можно молодым кроликом мелким ну не конечно мелко если молодые ну в общем я не знаю я до начинаю давать с двух месяцев то есть это на самом деле эти кролики у меня не первые вот здесь сейчас клетки находится у меня пять самок и два самца то есть семь кроликов им уже пять месяцев их уже можно покрывать но я никак не доделаю клетку маточник она уже начата то есть начал ее строить тесть строил себе но в общем ничего еще не доделал и я ему говорю давайте я и заберу так как у меня уже кролики есть в общем мы с ним так договорились и уже вот скоро привезу клетку и буду их покрывать эти две покрупнее девочки в них килограмма по четыре ну а эти доросли до трех килограмм ну я думаю и 34 нормальный вес для первой случки в общем я отклонился пижму кроликом я начинаю давать с двух месяцев один раз в неделю с укрольным и кормящим первые две недели да не первые две недели а вообще желательно не давать так как из двух-трех недель кролики начинают ну крольчата начинают вылазить из маточника и начинают есть травку вместе с мамой поэтому ну я думаю не стоит что еще рассказать а вот про кроликов кроликов я держу давно не подумайте что это вот в мае я взял это мои первые кролики кроликов я начинал держать еще когда у меня были родители а родителей нету очень давно и вот с того времени мне пишут что не с того времени а вообще вот сейчас мне пишут что вот и кроликам я неправильно их кормлю неправильно даю воду вот сами подумайте крольчиха кормит крольчат один раз в сутки всего один не так как кошка кашек котят не так как свиноматка кормит коросят каждых полчаса а крольчиха кормит один раз то зачем кормить взрослых кроликов чаще я даю утром и все вечером могу удалить воды сено у них постоянно то есть ешьте весь день сено что не так зерно я даю зерно сейчас люди подумают что зерно это пшеница зерно это все общее зерно зерно а у каждого зерна есть свое название я даю своим кроликам ячмень мне пишут что кроликам нужно давать овес ячмень у меня есть свой а овес нужно покупать вот сами подумайте почему я даю ячмень некоторые вот люди которые живут в селе у которых есть большие огороды которые вообще зерно не покупают а сажают на пологорода кукурузу это даже в нашем селе так то есть если они держат кроликов и птицу какой основной корм для для этих животных и птицы конечно кукуруза и кто скажет что это неправильно сочных кормов я даю кроликам редко траву в основном сено и вот сейчас когда вырастет буряк кормовой то буду давать вот вот если буряк кормовой большой то отрезаю вот такое колечко и ложу клетку один раз в день тоже этого достаточно и все вот такой рацион сейчас сейчас у кроликов вот вечер я им поставил воды вот они выпили перевернули эти положил вот им пижмы поменял подстилку старая сена выгреб новая палата постелил вот ячменя им давал утром поэтому сейчас уже не буду давать этот вот еще не выпил красавчик кстати этого кролика единственного из этих семерых я дал ему кличку его теперь зовут беляш очень вкусное сочное имя этих девок никак не зовут им по пять месяцев в них примерно по 4 килограмма и вот такой же мелкий как из первой клетки мальчик в нем три килограмма вот положил ему тоже пижму понемножку будут грызть а теперь я вам так кошка пришла украсть цыпленка вот этого вот кстати помните вот здесь сидит курочка у . и вот вывод заканчивается короче этот малыш уже не хочет сидеть под курицей он вывелся вчера и уже куда-то бежит он хочет кушать и пить сейчас я их заберу вместе с кучкой а у . уже досидит вот это яичко вылупится послезавтра а это выведется сегодня вот уже наклев есть потому что этому цыпленку уже хочется есть и он уже не хочет сидеть здесь так что нужно его забрать а у нас есть вот такая кошка которая уже 15 лет или 16 она уже выглядит как будто она уже улетела в теплые края но она еще живая да сонечка и кстати она до сих пор еще рожает я не знаю как это у него получается но тот котенок который был вчера видео это ее сынок она его конец то есть . потому что трехцветная она ее нагуляла как и всегда хотя она персик вот такая безносая кошечка да сонечка вот так вот и кролик перевернул вот мешает им баночка ну всем пока